Всем привет! С вами снова мы, Дарина и Данеля. Мы желаем всем теплого дня, хорошего настроения и пусть у вас сегодня все получается. Погода сегодня замечательная, спали мы хорошо, а сейчас отправимся готовить обед. Нужно подумать, что приготовить, наверное, это будут котлетки. Мы снова вышли на улицу, сегодня погода лучше, чем вчера, все мамочки повыходили, везде вокруг колясочки. Котлеты наши приготовились в духовке, это полезнее, чем жарить и занимает меньше времени. Данелию я покормила, тоже немножко мясо дала, которое в блендере перемолола, поела она с удовольствием. На десерт у нее была баночка пюрешки сладкой, и теперь она сладко спит у себя в колясочке. Как же иногда хочется поменяться местами с ребенком. Так приятно гулять в тех местах, в которых все чисто, все еще новое. Никто не успел ничего сломать, оторвать, намусорить. А особенно приятно, если рядом речка. Говорят, что если плохой день, нужно пойти вечером на речку, и все плохое унесет вода. А тут идут ремонтные работы. Так хочется поскорее весны, особенно сегодня, когда такое ощущение, что уже весна наступила. Я всегда жду Новый год, потому что когда наступает Новый год, там остается месяц, полтора, и весна приходит. Особенно, когда училась в школе или в универе, еще любила весну за то, что впереди полное лето отдыха. Весна теплая, еще немножко осени будет тепло. Кстати, пандусы, здесь он был, которые сделали вот на аллее, по которой мы прошлись, очень удобные. Да, раньше был просто прямой селон, на который нам сложно было заезжать. Заезжали мы с кругом. А тут еще сделали, смотрите, это мини-кольцо. Интересно, кто кого пропускает? Главное, который едет по кольцу, который заезжает. Ну, тут нам некого пропускать, поэтому мы проедем по кольцу. Я тут придумала приспособление, чтобы не держать телефон в руках. Поставила его на рукавички от коляски. Кстати, классно, что вместе с коляском в комплекте были рукавички. Зимой можно без перчаток спокойно ходить, если нужно что-то ребеночку подправить. Не надо снимать перчатки, просто высунул руки, подправила и обратно дальше поехали. Еще пока ни разу не пожалелось, что мы взяли такую коляску. Кабариты у нее не маленькие, но зато ребеночку просторно. Три в одном и автокресло. Правда, мы автокресло в машине использовали только пару раз. Первые месяца два жизни мы гуляли на улице с легкой летней коляской. Тоже очень удобно. Красного цвета нам подарила бабушка Ганнели. С ней гуляли. Очень удобная, красивая, просторная. Долго думали покупать эту коляску или нет, потому что она не из дешевых. Я обыскала весь интернет и мне эта коляска очень понравилась. Показала мужу, мне тоже очень понравилось. Думали, что возьмем ее. Но когда уже подходил момент к родам, нам показалось, что это дороговато. И мы передумали. После того, как в магазин в нашем городе поступила такая коляска, и больше нигде не было, мы постоянно приходили, смотрели ее, или тяжелая она, или нет. Потом как-то пришли, все, решились, что купим. Снова передумали в магазине, наверное, у нас уже запомнили. И в какой-то день все решились, пошли купили. И здорово. Не зря потраченные деньги. Ребенок в комфорте. Я за него не беспокоюсь. Все в комплекте имеется. Не нужно ничего дополнительного покупать, закупать. Когда ждешь ребеночка, хочется, чтобы у него было все самое лучшее. И колясочка, и одежка, и игрушки. На самом деле, до полугода, пока он особенно ничего не понимает, я думаю, много вещей брать не нужно. Потому что вырастает, он каждый день изменяется, меняется, каждый день растет. Мы, допустим, нам сейчас 6 месяцев, мы уже в одежде, которая предназначена для 6-месячных детей, нам уже в ней тесновато. Сейчас проезжать мимо автобуса, я вспомнила, когда я была уже с животом. Я поехала на автобусе в центр. Свободных мест не было, и мне уступила место одна девушка, которая тоже была беременная. У нее тоже было животик видно, но было чуть меньше. Более, ну ладно, у вас же побольше животик. Вот такие у нас беременные женщины. Неужели и себя уступают вместо другим? Наверное, все сегодня мамочки торопятся быстро все дела переделать дома, всех накормить, напоить, чтобы выйти на улицу погулять. Коляску мы храним, скажу по секрету, в машине, потому что мы живем на 5-м этаже, и ее туда тащить, каждый раз поднимать и спускать. Когда нужно быть супер-качком. Храним в отдельности, люльку и шасси. Вообще, нам очень повезло, что мы живем сейчас, в это время, когда есть памперсы, непромокающие пеленки, многоразовые подгузники, всякие разные принадлежности для купания, стульчики для купания. Все, что нужно, лишь бы были средства, чтобы их купить. Время поражается, как наши родители нас вырастили, как наша мама зимой, нас в коляске. А если мы описываемся, мы же плачем. Недавно я у мамы спрашивала, как вы нас так воспитывали зимой, в холод, в коляске, без памперсов, без влажных салфеток. Ну, одеваться некуда было, придумывали всякие способы. Ну, выросли мы, нормальные, здоровые дети, счастливые. Всем привет! Вот и мы! Привет-привет! 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 А я иду, шага, вы помните. Дома освежили, покрасили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скоро Новый год, и наша Данеля получила первый подарочек. С моей работой ей подарили вот такой кулёк, красивый кулёк, с петушком, и вот он рай для Данелии. Она не знает, за что взяться, хорошо, что она пока не знает вкуса компет. Сейчас он немножко поиграет с конфетками, а мама с папой будут их кушать. Вкусно? Вкусно! 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 Вкусно!